аккумуляторы вот это вот новые там мне уже комментарии начали писать ну люди высказывают свой бред с которым они может быть не сталкивались но у них там негативное свое какое-то составляющее это их не проблема также мне люди писали в комментариях о том что эти аккумулятора которые вот с такой вот проблемой если мы оттуда и банка реально в коротком замыкании начинаем прокачивать аккумуляторы аккумуляторы так как были разряжены в полный ноль и пролежали в таком исполнении больше двух лет что аккумулятором явно хана ну люди тоже сразу говорю что не имеют представления о реальном том что происходит с аккумуляторами у меня эта картина вся есть я просто подтвердил очередной раз что нет ничего во первых невозможного во вторых у лития нет предпосылок для того чтобы выходить из строя при нуле напряжения это когда литий не исправен и там есть химический процесс за счет чего и заряда за счет чего он может убиться но не так там все просто там есть нюанс литий на самом деле это лучше свинца запомните это закрепите и у него есть определенные особенности в отличие от свинца но как и например свинцовые аккумуляторы литий лучше не разряжать в ноль если он у вас уже служит если аккумуляторы новые им ничего не должно быть если аккумуляторы правильно вы зарядите им ничего не будет но если вы думаете что литий это что-то особенно я еще раз говорю литий тоже как же свинца это все аккумуляторы аккумуляторы сами по себе плюс и минус свои имеют если вы слышите аккумулятор значит плюс минус они одинаковые ну да у лития есть свои особенности и вот самая главная особенность если вы свинцовый аккумулятор в отличие от лития разрядите в ноль даже новый он у вас за два года превратится в кашу ну то есть там пластины рассыпятся а литий вы заряжаете правильно заряжаете и у вас аккумулятор становится дальше новым вот эти вот секции которые рядом находятся я напомню что я их полностью заряжал у них напряжение тоже в предыдущем ролике который я отснял но я его еще не выкладывал я вам покажу что напряжение здесь нормальная составляет больше трех вольт в общем все эти секции были подняты были подняты правильно ну кроме вот этой вот секции потому что она перезаряжена сильно это другая особенность о которой я расскажу в будущем если решу с вами поделиться и вы первыми это все узнаете потому что большинство людей выравнивают аккумулятора неправильно они делают непростительную ошибку что уменьшает ресурс лития но это другое совершенно вообще на самом деле про литий очень много заблуждений и вот литий свинец многие вот это все в кашу собрали и ходят просто рассказывают и у них спрашиваешь почему конкретно ответь покажи у ни у кого нету на это доказательства почему если вы так уверены и вы так за это все переживаете почему у вас нет доказательств я вот лично не понимаю вот я вам демонстрирую непосредственно доказательства при помощи купленных мной всяких ваттметров лот нагрузок лабораторников и так далее приборы вот у меня стоят рядом да на которых я вам показываю реальные данные и опытом делюсь своим личным в котором все это доказывается опровергается просто на раз то есть если вы там у какого-то автора услышали это это не значит что автор в этом разбирается вопросе таких очень много есть люди которые покупают например одну такую игрушку и это сплошь да рядом разобрали ее из-за того что у них была например вот такая проблема они ее не смогли решить у них не хватило как бы головы до этого додуматься и разбирает это на секции и так как аккумулятор новые у них получается какую-то бредовую идею собрать и они уже думают что они профессионалы в этом как раз и кроется сразу много ответов на все вопросы то есть люди не имеют полноты картину раз разобрали и не исправили проблему которая здесь была не смогли ее правильно продиагностировать и неправильно сделали выводы от чего другие зрители этих зрителей которые стали авторами подхватили эту бредовую информацию начали разносить их подхватили другие каналы например более крупные которые в этом не разбираются и таким чудесным образом вот этот как снежный ком он с зрителями начал разноситься везде как истина а истина самом деле очень проста если с аккумуляторами все в порядке и это я еще проходил на ноутбучных аккумуляторах где мне тот же самый бред писали в комментариях и пишут до сих пор о том что если аккумулятор в паре например неисправный то и соответственно все остальные неисправны и рядом которые с ним тоже неисправны потому что он был в коротком замыкании но если аккумулятор не разогревался и не испортил рядом и этот аккумулятор можно легко поднять но в большинстве случаев у литиевых сборок на именно ноутбучных аккумуляторах там они идут попарно и как-то не расход энергии а износ их происходит парой если вы например одну пару нашли остальные пары значит тоже близкие будут тому что выйдут из строя и таким чудесным образом получается что там даже если у вас получится выяснить пару вы ее убираете начинаете ставить новую пару туда но это тут уже джак закон джоуля ленца киргофа и у вас получается на выходе то что остальные секции начинают умирать из-за того что емкости у них недостаточно расхождение по ну короче все эти проблемы о которых я уже озвучивал ранее как раз вот эти вот псевдо специалисты которые авторы подобное тоже указывали что якобы я не разбираюсь и вот эти вот ошибки допускали это вот как бы камень в их огород но для тех кто хочет разобраться и найти непосредственно истину у них больше шансов например на моем канале набраться этой истины чем на подобных каналах других которые на самом деле ну ничего не умеют они просто у друг друга материал тырят и собственного мнения не имеют и при этом даже могут они знать законы а знать законы на самом деле вы откроете книжку там буквально две-три строчки вот вы зазубрили этот закон и все вам стало понятно в этом кстати нет ничего такого потому что эти же авторы в свое время это же меня сбили с пути за счет чего у меня складывалось неправильно именно мнение и неправильный опыт их не повлиял на то что мои данные которые я получала при использовании приборов до которые я правильно продиагностировав например видел данные то есть говорили мне о том что раз они говорят что вот так должно быть значит это их по их словам вот так вот и значит ничего из этого не выйдет но прошло много времени я начал глубже углубляться в данные проблемы вопросы и как оказалось вы знаете очень много непосредственно заблуждений в которых люди до сих пор оказываются все подключено у нас 42 вольта там выставлено 5 ампер и вот до такого момента необходимо именно заряжать аккумуляторы для того чтобы вот это вот проблема которая в будущем может быть с банками нужно как бы изначально довести и чтобы ее избежать то есть довести до того чтобы значение прям в тысячных упали в ноль а здесь я напомню если кто не знает то примерно около восьми говорю двух или четырех часов было значение сотые и тысячные вот сначала сотые были например 20 миллиампер да а потом микроамперы были вот здесь тысячные и вот когда тысячные вы думаете что вас там bms или балансир выравнивать секции вы это сразу откидываете потому что восток 5 ампер зарядки идет и вас просто аккумулятор нужно еще дозарядить и таким образом необходимо заряжать до тысячных в данном случае я выждал не просто так потому что у нас была проблемная секция и заряжал я например током который я озвучивал потом ток этот до определенного момента я который озвучил поднял до 5 ампер максимальный который возможно с этого зарядного устройства и контролировал температуру при заряде данных ячеек и выяснял если возможность у них физическая разрушились они или нет и все ли с ними хорошо или нет и контролируя до напряжения 4 и 2 вольта и таким чудесным образом я вот аккумулятора и восстановил то есть сейчас на данный момент времени если у меня была точно такая же банка которая в следующем тесте я выясню именно фактическую емкость вот этой сборки из трех мы вот эти данные сопоставим отсюда отсюда и таким чудесным образом проведем в расчет того какие здесь банки фактически установлены и если я просто такую банку покупаю и ставлю вот сюда взамен неисправны вот эта сборка превращается в рабочие вот из-за того что есть нюансы и вот такие вот вещи которые необходимо просто понимать они просто я вам на пальцах должен сказать вот это вот я делаю вот так вот так вот так есть небольшие нюансы везде есть моменты на которые стоит обращать внимание отслеживать корректировать случае необходимости ток заряда даже напряжение заряда если у нас возник возникает температура мы не должны убедиться что это не проблемный элемент если температура при корректировке упала необходимо довести до последнего до максимального заряда и убедиться что аккумулятор целые потом рассчитать емкость на два на три ячейки да и после чего мы с вами соответственно можем уже сказать восстанавливается данный аккумулятор какая у него фактическая емкость что от него можно ждать и так далее и тому подобное и вот смотрите когда у вас проблема с новым аккумулятором это одно и когда у вас проблема с бушным это аккумулятором это другое на каждом из этих этапах диагностики на каждом этапе балансировки самостоятельно который делается только один раз не надо здесь стоять балансиров которые вот это выкачать будет они не смогут выкачать вам и отбалансировать банки до тысячных все что там люди наблюдают на своих приборах это все филькина грамота и я уже про это говорил самое правильное решение это сделать все самостоятельно вручную и до сих пор на сегодняшний день многие авторы допускают эту ошибку покупая приборы которые измеряют сопротивление измеряя прибором сопротивление собирает сборки которые были на не делают с ошибками не делают определенных вещей и они совершают эту ошибку на сегодняшний день а прошло очень много времени самое знаете забавно что эти авторы порой еще говорили как бы они профессионалы они в этом разбираются они лучше знают что делать а типа я нет и вот это вот знаете самое обидно что они делают эти ошибки которые за ними люди повторяют это полный капец Вот таким чудесным образом получается, что не все так просто, но если я вам, например, буду показывать, например, на новой сборке, как балансируется, на сборке, например, на 18650, при других истечениях обстоятельствах буду давать вам информацию, почему аккумулятор, например, вообще отправляли его отбалансированный, все работало, а пришел он, стал разбалансированный. Зачем при покупке аккумуляторов необходимо, вот если вы занимаетесь, например, или себе купили вот такой вот, зачем необходимо его разобрать, особенно когда вы покупаете осенью, зимой, весной, разобрать, если вы видите, что емкость у аккумулятора не добралась, а аккумулятор начал разогреваться при заряде, отключать надо немедленно заряд, и зачем необходимо делать эти процедуры, и почему эту информацию вот именно на сегодняшний день никто не дал, и вот лично при том уровне, например, знаний, которые есть у меня, это не составляет никакого труда и объяснить это все на конкретных примерах. Почему это не делают остальные, я думаю, это причина только в одном, то, что люди не разбираются в данном вопросе, и как бы на своем проекте я просто стараюсь как бы вот эти все вопросы на них акцентировать внимание, да, какая проблема, как диагностировать, как устранить, и вы должны понимать, что вот без вот этой штуки, хорошие штуки, либо штуки, которые точно выставляются напряжение и мультиметра, и штуки, которые, например, можно выбирать ток, вы вот такие вещи отбалансировать не сможете. Какой бы крутой лабораторник вы не купили, если вы не знаете, какие у вас данные, тысячные, особенно если у вас литий железо в фосфат, это у вас все как бы до поры до времени будет работать, а потом, к сожалению, по чуть-чуть банки, которые у вас будут в недозаряде, а остальные в перезаряде, начнут выходить из строя, и вы как бы начнете понимать, что что-то тут не так, винить производителя и продавца, а на самом деле есть нюансы, при которых, к сожалению, только таким методом, как, например, делаю это я, можно подобную проблему устранить. Я, когда первый аккумулятор собирал, это в другой раз расскажу. В общем, ждем, 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 я камеру немножко сместил, видите, при 2,7 А у нас до 3 В повышается. Вот, сейчас мы с вами, я просто косяк этот опишу в отдельном ролике, чтобы вы знали, понижаем ток, ну, где-нибудь там 700 поставим с копейками, тут уже не принципиально. И вот в этом положении, при 700 с чем-то миллиампер, мы ждем пару часов на новых, напомню, аккумуляторах, чтобы их не убить, их нужно правильно поднять. Неважно, для меня это маленький ток, маленький ток я могу сделать здесь 1 А, или 2 А, это будет маленький ток. Но так как в случае проблемы, которая вот здесь возникла, когда я даже при 500 миллиамперах выставил, поэтому я здесь ставлю где-то 500-700 миллиампер, это вот маленький ток называется. Не тот маленький ток 100 миллиампер, 50 миллиампер, который там рекомендуют мне тоже в комментариях восстановить свинцовые аккумуляторы. Короче, ребята, вы с этими комментаторами будьте внимательны, потому что, к сожалению, такие люди хорошему ничего не научат, а те авторы, которые подобный бред озвучивают, это полный абзац. Вот, 100 миллиамперами, здесь даже смысла нет бодаться, но мы поставили, например, 500-700 миллиампер, напряжение у нас на баночке, на сборочке, начинает повышаться помаленьку. Это пока что ни о чем не говорит, о целостности аккумуляторов ни о чем не говорит, нам необходимо дождаться, пока это напряжение составит 3 вольта и выше. Когда у нас будет 3 вольта и выше, все это контролируется, вы подходите постоянно. Мы должны с вами выставить непосредственно уже ток 3-5 ампер, ну, чтобы, во-первых, быстрее было, на ночь я ток этот убираю до 500 миллиампер, чтобы, как бы, если в случае какой-то проблемы, ничего не случилось. В общем, смотрите, в данном моменте мы выставили какой-то ток, например, 700 с чем-то миллиампер, неважно, 500 с чем-то, 500, 300 это очень мало, 200 очень мало, долго будете ждать. Надо что-нибудь такое, не 1 ампер, а что-нибудь так, поменьше. Поставили, и в этом положении доводим до напряжения 3, 3, 3, 3, 6 вольта, что наступит раньше. И после этого мы уже можем с вами повысить ток заряда. Далее, в каждой промежутке этих времен вы подходите и замеряете температуру, ну, я пальцем замеряю. На ощупь аккумулятор должен быть холодный, у нас, по крайней мере, зима, дома, например, плюс 20, аккумулятор кажется, что холодный. Это нормально, значит, с аккумулятором все хорошо, вы двигаетесь в верном направлении. Если у нас с вами вдруг с 3 с чем-то вольт, вы видели, что 3 с чем-то вольт у нас, и резко напряжение проваливается, например, до 1 вольта, до 2 вольт, или начинает меньше 3 вольт быть, а было до этого 3, или 3 с чем-то. Вот здесь нужно быть очень внимательным, у вас начинается проблема, такая же, как была у меня вот с этой секцией, второй. Но это уже другая история, если кому интересно, в деталях, в будущем, может быть, я этим поделюсь. В общем, смотрите за продолжением, узнаем в следующий раз, какая емкость будет на следующей, сделаем выводы. На этом я говорю пока, до новых встреч, всем удачи!